Шарль Перо. Красная шапочка. Жила-была в одной деревне маленькая девочка. Такая хорошенька, что лучше её на свете не было. Мать любила её без памяти, а бабушка ещё больше. К дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочку стали все называть красной шапочкой. Соседи так про неё и говорили. Вот красная шапочка идёт. Как-то раз испекла мама пирожков и сказала девочке, сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла. Да узнай, здорова ли она. Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню. Идёт она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку. Да только он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк и спрашивает девочку, куда ты идёшь, красная шапочка? А красная шапочка ещё не знала, как это опасно останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Поздоровалась она с волком и говорит. Иду я к бабушке, несу ей вот этот пирожок и горшочек масла. А далеко ли живёт твоя бабушка, спрашивает волк. Довольно-таки далеко, отвечает красная шапочка. Вот в той деревне за мельницей, в первом домике с краю. — Ладно, — говорит волк, — я тоже проведать твою бабушку хочу. Я пойду длинной дорогой, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придёт. Сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она, не торопясь, по пути то и дело останавливалась. Рвала цветы и собирала букеты. Не успела она ещё и до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному дому и стучится в дверь. Тук-тук! — Кто там? — спрашивает бабушка. — Это я, внучка ваша, красная шапочка, — отвечает волк тоненьким голоском. — Я к вам в гости пришла, пирожки принесла и горшочек масла. А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и на самом деле красная шапочка, и крикнула. — Дёрни дверь за верёвочку, дитя моё, дверь и откроется. Волк дёрнул за верёвку, дверь и открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил её. Он был очень голоден, потому что три дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улёгся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась. — Тук-тук! — Кто там? — спрашивает волк. А у него голос грубый и хриплый. Красная шапочка испугалась. Ох, было. Но потом подумала, что бабушка хрипла от простуды, и оттого у неё такой голос. — Это я, внучка ваша, — говорит красная шапочка, — принесла вам пирожки и горшочек масла. Волк откашлялся и сказал потоньше. — Дёрни, деточка, за верёвочку. Двери откроются. Красная шапочка дёрнула за верёвочку. Двери открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит. — Положи-ка, внучка, пирожки на стол и горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной. — Ты, верно, очень устала? Красная шапочка присела рядом с волком и спрашивает. — Бабушка, а почему у вас такие большие руки? — Это чтобы покрепче обнимать тебя, дитя моё. — Бабушка, а почему у вас такие большие уши? — Это чтобы получше слышать тебя, дитя моё. — Бабушка, а почему у вас такие большие глаза? — Это чтобы лучше видеть тебя, дитя моё. — Бабушка, почему у вас такие большие зубы? А это чтобы скорее съесть тебя, дитя мое! Не успела красная шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил вместе с башмаками красной шапочкой. Но, на счастье, в это самое время проходил мимо домика дровосек с топором на плече. Услышал он шум, вбежал в дом и убил волка, а потом распорол ему брюхо, и оттуда вышли красная шапочка, а за ней и бабушка, обе целые и невредимые. Спокойной ночи, мои дорогие! Приятных снов!